Здравствуйте, студия Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. В поселке Максоголох горело секционное общежитие. Возгорание началось в подъезде. Огонь чуть было не добрался до квартир, в которых спали жильцы. К счастью, удалось избежать жертв. Это не первый пожар в доме, всему виной проводка, утверждают жильцы. На место пожара выехала и поговорила с жильцами наш корреспондент Виолетта Захимова. Пожар начался на втором этаже многоквартирного каменного общежития по улице Соколиная 1. Загорелась, оставленная кем-то мебель в коридоре общего пользования. Огонь перекинулся на секционные блоки, но подоспевшие пожарные сумели его потушить. Обошлось без жертв. Но копоть и сажа осели на стенах и мебели жильцов на два этажа выше. В воздухе чувствуется сильный ядовитый запах гари. Начала гореть мебель. То, что я видела. Откуда началось возгорание, я не видела. Я видела только что, уже горела мебель. И уже болталась проводка. Вот там, в коридоре, проход к лестничному маршу, там уже электропроводка болталась оголенная. По версии жильцов, причиной пожара является старая электрическая проводка, которую они меняли с момента ввода дома, то есть с 1998 года. Дом является муниципальным, состоит на балансе администрации поселка. Но, как утверждают жильцы, власти не хотят замечать их проблемы. В свою очередь, глава поселка Мухсуголов, в прошлом электрик по профессии, склоняется к человеческому фактору. По словам жильцов, это не первый пожар в доме по вине неисправной проводки. В июле 2017 года тут уже происходило возгорание. Об этом случае глава поселка даже не слышал. Не первый раз мы горим. Не первый. Это четвертый у нас раз. Первые пожары были в комнатах. Там явно были жильцы виноваты. Но третий раз мы горели из-за проводки. Я писала заявление, подписывали все соседи. Я уносила в администрацию. Никто не реагирует на нас. Вот капитальный ремонт будем делать, вот капитальный ремонт будем делать. Так что же является причиной пожара? Электропроводка или неосторожное обращение с огнем? Об этом станет известно позже. А пока восстановительные работы коснутся только коридора здания. Другие последствия пожара, копоть, сажу и запах гари, жильцам придется устранять самостоятельно. В случае, если всему виной будет признана проводка, то в рамках программы «Фонд капитального ремонта» будет произведена ее замена. Но когда – неизвестно. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский район. В Якутии в целом и в столице республики наблюдается рост заболеваемости ОРВ и гриппом. За последнюю неделю в республике за медицинской помощью с симптомами обратилось 10 тысяч человек. Превышение недельных эпидемических порогов по всем возрастным группам отмечается в Якутске, Иванобарском и Венобытантайском улусах. Из числа заболевших ОРВ более 82% приходится на детей до 14 лет. В связи с повышением температуры на прошедшей неделе увеличилась частота посещения мест общественного отдыха населением. Управление Роспотребнадзора рекомендует населению соблюдать меры личной профилактики. За нелегальный отстрел лося нарушителю теперь придется заплатить 400 тысяч рублей. Утверждены таксы для исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсом. Таксы также установлены по другим охотничьим видам животных. Как отметил заместитель руководителя охотуправления региона, увеличение штрафов связано с растущей тенденцией браконьерства. Джулустан Дьяконов добавил, что в Якутии за 2017 год выявлено 27 случаев браконьерства, по которым возбуждено 19 уголовных дел. Психиатрическое освидетельствование школьников старше 15 лет можно будет проводить без их согласия. Миноборнауки России разрабатывают соответствующую правовую базу. Об этом сообщила глава ведомства Ольга Васильева. Сейчас такое освидетельствование можно провести только по желанию самого подростка. Также разрабатываются и меры для обязательного возвращения в школы психологов. Причиной такого решения стали трагические события в школах Перми, Челлиабинска и Улан-Удэ в январе этого года. В Ленске произошло ДТП с участием маршрутного автобуса. Оба водителя были трезвы. К счастью, обошлось без пострадавших. Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса. Причина дорожно-транспортного происшествия – предварительное нарушение правил проезда перекрестков. Сообщу, что водители у нас с правилами дорожного движения документы все соответствуют в трезвом состоянии. Пострадавших, к счастью, не зарегистрировано. Никто не пострадал. В Якутске произошло самовозгорание автомобиля. Пострадавших нет. Напомним, это не первый случай с горящими автомобилями в Якутии. В эти выходные на Вилюйском тракте близ столицы сгорело сразу два самосвала. Поступил вызов на улице Лермонтова во дворе жилого дома. Горит автомобиль. Огнем поврежден оттек двигателя автомашины. Причина пожара – предположительное короткое замыкание электропроводки. В Якутске были пойманы два водителя осенизаторов, которые сливали отходы в канализационные люки на улице Билибина и в микрорайоне Марха. Напомним, по санитарным нормам жидкие коммунальные отходы нужно сдавать на сливную станцию, которая принадлежит водоканалу. Но весной прошлого года монополист дал станцию частному лицу, который увеличил цены в два раза. Сейчас за один слив нужно платить 700 рублей. А за слив в канализационные люки предусмотрен штраф. Для граждан в размере 1000 рублей, для юридических лиц – 100 тысяч. В Якутии выявили бешенство животных. Департамент ветеринарии Якутии со ссылкой на Якутскую республиканскую ветеринарно-испытательную лабораторию сообщает, что в Оленевском и Нижнеколымском улусах зафиксированы случаи бешенства животных – волка и домашних оленей. В середине февраля установлено бешенство в патологическом материале от волка, добытого на территории Оленевского района. Аналогичный результат по экспертизе от 15 февраля установлен в пробах головного мозга двух домашних оленей, доставленных из стада близ села Колымское Нижнеколымского района. Данные исследования направлены в Иркутскую межоболосную ветеринарную лабораторию для подтверждения диагноза. Возможным путем заражения оленей является то, что животные были покусаны такими животными, как лемминги и песцы, которые подвержены заражению арктическим типом бешенства, сообщает пресс-служба Департамента ветеринарии Якутии. Якутянин и житель Ингушетии осуждены за незаконную перевозку почти 18 килограммов золота. В Чите вынесен обвинительный приговор жителей Ингушетии Урусхану Гайгову и жителей Якутии Дмитрию Войнову за незаконное хранение и перевозку более 8 килограммов золота, сообщает пресс-служба ФСБ России по Забайкальскому краю. По данным следствия, самородное рассыпное золото в четырех полиэтиленовых сверстках было обнаружено летом 2017 года в автомобиле Ниссан, принадлежавших Гайгову. Рыночная стоимость конфискованного золота составила более 16 миллионов рублей. Золото из Якутии в Читу доставил воинов. Второй участник Гайгов должен был перевезти драгоценный металл в Ингушетию. О сроках наказания для подельников и получателя золота ничего не сообщается. На этом у меня все. Берегите себя.